Привет мифаны, с вами Алина Крипси и вы на канале Xiaomi Rush. Продолжим наше знакомство с новой линейкой телевизоров Mi TV P1 и в частности нашим представителям в 43 дюйма. В прошлом видео я поделилась с вами своим опытом эксплуатации и основными достоинствами, которые заинтересовали лично меня. Но не затронула еще один важный момент, возможность управления умным домом при помощи телевизора. Так что сегодня предлагаю разобрать способы управления, а также рассмотреть еще одну особенность, которая выгодно выделяет новинку на фоне предшественников. А пока поддержите это видео лайком, нам будет приятно. Поехали! И предлагаю начать с первого варианта управления умным домом. Для этого нам понадобится всем известное фирменное приложение от Xiaomi Mi Home, которое также поддерживается умным телевизорами на Android TV. Его-то нами нужно установить в первую очередь. Алгоритм действий максимально прост. Заходим в Play Market, через поиск находим Xiaomi Home и скачиваем. Далее авторизуемся в своем Mi аккаунте и видим тот же список устройств, что и на вашем смартфоне. Таким образом вы уже можете управлять привязанными устройствами и гаджетами Xiaomi прямо с телевизора. Так, например, я запускаю уборку роботом-пылесосом, включаю и регулирую яркость общего освещения и даже вывожу изображение с IP-камер. Но стоит отметить, что для полноценного функционала вам все же потребуется смартфон с установленным приложением, где вы уже сможете настраивать автоматизацию и добавлять новые устройства. Но перейдем к более интересному способу управления всеми этими гаджетами. На презентации новой линейки телевизоров компания Xiaomi акцентировала внимание на встроенной функции голосового ассистента от Google. По заверению производителя, сложные задачи можно будет выполнять с помощью простых голосовых команд. Давайте разбираться, что же мы получаем в итоге. Помимо базового поиска, функция голосового ассистента также напрямую участвует в управлении гаджетами умного дома. Так, например, простой голосовой командой вы можете запустить чистку и увлажнение воздуха, включить свет, начать уборку и многое другое. Но, конечно же, потребуется небольшая настройка. О ней мы сейчас и поговорим. Для удобства нам понадобится смартфон с установленным приложением Google Home, в котором необходимо авторизоваться тем же аккаунтом, что и на Mi TVP1. В приложении выбираем «Новые устройства» и затем пункт «Устройства, совместимые с сервисами Google». В открывшемся списке выбираем Mi Home, авторизуемся в Mi аккаунте и тем самым мы получаем полный список устройств, которые ранее уже были добавлены в Mi Home. Готово! Теперь вы можете управлять вашими гаджетами при помощи голосовых команд прямо с телевизора. Достаточно просто зажать на пульте кнопку Google Ассистента и произнести команду. Например, начать уборку, остановить уборку, включить синий цвет, включить очиститель воздуха и так далее. Все ограничивается только тем, какие гаджеты, собственно, у вас есть. Как видите, телевизор можно превратить в полноценный центр управления. Более того, если вам понравится исключительно голосовое управление, то ранее установленное приложение Xiaomi Home можно просто удалить. Оно вам больше, по сути, не понадобится для голосового управления. Ну и обещанная фишка. В новинке на передней панели теперь установлен встроенный микрофон, который в перспективе позволит использовать голосовые команды напрямую, без помощи пульта. То есть, в радиусе трех метров вы просто произносите определенную команду, и телевизор сам распознает и запускает гаджет умного дома в работу, осуществляет поиск и многое другое. По-моему, это максимально удобно. Только представьте, вы смотрите фильм и решили, например, отрегулировать освещение. Простая голосовая команда вашему телевизору, и он, не прерывая показ, все сделает за вас. А вы дальше продолжаете наслаждаться интересным контентом. Что ж, самое время подвести итоги нашей серии обзоров Mi TVP-1. Как и любой гаджет Xiaomi, он включает в себя максимум технологии по доступной цене. Лично для меня устройство полностью оправдывает свою стоимость. Отличное изображение, улучшенное с помощью искусственного интеллекта. Удобный и быстрый интерфейс. Дизайн с тонкими рамками и неплохой звук. Все это делает Mi TVP-1 достойным представителем своей ценовой категории. И если вы задумались о приобретении нового телевизора, то рекомендую обратить внимание на новинку. А на сегодня все, спасибо за просмотр Mi Fun, поделитесь вашим впечатлением о Mi TVP-1 в комментариях. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Пока-пока!